В театр Ленинского комсомола, сейчас известный как Ленком, Ирина Алферова поступила на службу в 1976 году. Марк Захаров обещал ей главные роли. Но обещания свое не сдержал, а говорил, что ей надо набраться опыта, отшлифовать свое актерское мастерство. 14 лет Ирина честно играла роли второстепенного плана в надежде когда-нибудь выйти на авансцену. И тут произошло событие, которое стало поворотным моментом в ее творческой жизни, а затем и личной. Шел 1990 год. Но об этом чуть позже. Актера Сергея Мартынова за талант и особенное мужское обаяние называли советским Ален Делоном. А красавица Ирина Алферова поистине неземная женщина и звезда фильма «Хождение по мукам» и конечно же несмотря на множество сыгранных ролей в кино для многих зрителей она так и осталась Констанцией Боанасией из фильма «Де Артаньян и три мушкетера». На сегодняшний день знаменитые актеры Ирина Алферова и Сергей Мартынов живут вместе уже больше 25 лет. Они познакомились еще в конце 70-х годов и, как оказалось, это была любовь с первого взгляда. Но актеры не могли быть вместе, так как на тот момент и Мартынов и Алферова уже состояли в браке. Влюбленные смогли начать встречаться лишь через несколько лет, у них закрутился роман и впоследствии пара узаконила свои отношения. Сергей Мартынов родился в 1952 году под Азовом, Ростовской области. А после окончания школы переехал в Москву и поступил во ВГИК. Свою творческую карьеру Мартынов начал не с игры в театре или съемок в фильмах, а с озвучки различных проектов. В общей сложности он подарил голос почти 50 героям. А затем начинающий актер долгое время снимался в эпизодических ролях и его называли королем эпизода. Первая главная роль досталась ему в кинокартине «Царевич Проша» и стоит отметить, что актер прекрасно с ней справился. Начиная с конца 70-х и вплоть до середины 90-х Сергей Мартынов был одним из самых востребованных актеров. В то время фильмы с его участием выходили практически ежегодно. Зрители помнят Мартынова по ролям таких фильмах как «В небе ночные ведьмы», «Тревожное воскресенье», «Ларец Марии Медичи». Конечно, в актера влюбились многие девушки Советского Союза. Его преследовали толпы фанаток и, кстати, именно на съемочной площадке фильма «Братья Рика» Сергей впервые увидел свою нынешнюю жену Ирину Алферову. На момент встречи Мартынов уже был утвержден на главную роль Тони Рика, а Ирина только проходила пробы. Актер сразу заметил красивую актрису и был ею очарован. Вот как он сам впоследствии вспоминал о первой встрече. Я взглянул в бездонные зеленые глаза и понял, что пропал. Мое сердце тогда было свободно и я спросил у режиссера, кто эта неземная женщина. Хотя их встреча была мимолетной, от нее у Ирины и Сергея остались самые теплые впечатления, которые они хранили долгие годы. Но на тот момент Ирина была не свободна. Она уже несколько лет состояла в браке с Александром Абдуловым. Потом они снова через несколько лет встретились на озвучке фильма. Но тогда уже Сергей был женат. Первой супругой Мартынова была женщина по имени Ксения. В этих отношениях у супругов родились двое детей Сергея и Настя. Третий раз их судьба свела в начале 90-х на съемках фильма «Звезда шерифа». И на этот раз встреча изменила их жизнь. И несмотря на то, что на момент встречи они оба еще были не свободны, семейная жизнь каждого из них уже давала трещину. Супругу Сергея пригласили работать в Лондон. А Мартынов не хотел переезжать, но ради детей все-таки на это решился. И вдруг ему предложили роль в «Звезде шерифа», из-за которой он и находился пока что в родной стране. В дальнейшем супруги приняли решение расстаться. Брак Ирины Алферовой и Александра Абдулова на тот момент уже давно трещал по швам. Причиной были многочисленные измены Александра, на которые Ирина не хотела закрывать глаза. Да и дела в линкоме складывались все хуже. Ей так и не давали ролей. Чаша терпения была переполнена, когда в очередной раз прочитав сценарий, она узнала, что должна играть роль собаки и лаять на сцене, а дочь Марка Захарова играла главную роль леди. Ирина ушла из театра, которому отдала много лет. Поэтому Мартынов сначала был для нее утешением, а потом стал спутником жизни. Они поженились в девяносто пятом году. Стоит также отметить, что с первых дней знакомства с Ксенией, дочкой Алферовой от первого брака у Мартынова сложились замечательные отношения. А когда Алферова и Мартынов уже были женаты из Лондона пришла печальная весть о том, что бывшая супруга Сергея ушла из жизни. Тогда Мартынов решил взять детей к себе. Так Сережа и Настя стали частью их семьи, а вскоре случилась новая беда ушла из жизни сестра Ирины Алферовой. Пришлось взять под опеку несовершеннолетнего сына сестры. Так в их доме появился еще один ребенок. После переезда в Москву дети от первого брака Мартынова учились в московской английской школе, а затем они продолжили обучение в Англии. Дочь поступила в Уимбудонский колледж искусств, где изучала театральный дизайн. А сын Сергея в колледж Святого Мартина, где постигал графику. Анастасия стала художником, она замужем. Сергей после окончания колледжа совместно с супругой руководили несколькими художественными выставками. В их семье подрастает дочка. А Ксения дочь Алферовой стала уже довольно известной актрисой. Много лет она живет в браке с актером Егором Бероевым и у них подрастает дочь Евдокия. Александр, сын сестры Ирины Алферовой, получил юридическое образование. Работает и живет в Москве. Когда сегодня Ирину Алферову спрашивают о детях она рассказывает следующее. Все наши ребята очень дружат, любят друг друга, опекают и заботятся о нас с Сергеем. За них у нас душа спокойна. К сожалению, следует заметить, что в последнее время актера Сергея Мартынова нечасто можно увидеть на экране. Хотя со слов актера роли ему предлагают, но такие, что играть он в них не хочет. Последняя работа сериал «Верное средство», в котором он снимался в 2012-2015 годах. Зато Ирина Алферова по-прежнему остается довольно востребованной актрисой. Она снимается в кино и продолжает работать в театре и антерпризах. Ирина очень много гастролирует, и я как бы мне тяжело без нее не было, не собираюсь этому противодействовать. Ведь она получает истинное наслаждение, когда находится на сцене. А когда счастлива она, счастлив и я, говорит Сергей Мартынов. Так сложилось, что именно в браке с Мартыновым Ирина Алферова действительно ощутила себя настоящей женщиной. Сергей стал для нее тем плечом, на которое можно опереться и защитником от невзгод. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всего вам самого хорошего. Продолжение следует...